Многие из вас слышали, что меня пригласили на работу в Lenovo, и вы, наверное, такие «Ага, китайцы просто подумали, что это Стив Джобс». И я вам скажу по секрету, это действительно так. Но смотрите же, какую крутую штуку я задизайнил. Это как планшет, но с тубусом. Я хотела, чтобы он работал на пальчиковых батарейках, но мне подрезали крылья. Впрочем, я не очень хорошо разбираюсь в гаджетах, я больше визионер, креатор. И поэтому я передаю слово Наташе, она как специалист вам расскажет куда больше. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Lenovo Yoga Tablet 8. Lenovo не перестают выдумывать новые форматы трансформирующейся устройств. Такое ощущение, что у китайской компании есть целый отдел, контролирующий наличие шарнирных соединений выпускаемой продукции. Нет чего-то гнущегося или вращающегося устройства на доработку. Yoga Tablet похож на эпловский Magic Pad, ну или на очень тонкий планшет, вставленный в элегантную док-станцию. Вот только отсоединить ее тут не получится, да и на самом деле не хочется. Положив планшет на стол, получим удобный для браузинга угол наклона. Маловато, можно увеличить. Хотите посмотреть кино, провернули нижнюю часть и вот вам устойчивая подставка. Захотелось почитать книгу, благодаря ухватистой рукоятке, Yoga очень удобно держать одной рукой. Кстати, я придумала еще один способ. Например, в самолете открываете подставку и вешаете планшет на спинку впереди сидящего как на крючок. Получается собственная развлекательная система и столик опускать не нужно. Хоть в Воинге, хоть в старой тушке. Эшн, дай пять, отличное решение! Поначалу держать планшет в горизонтальной арендации не очень комфортно, но это скорее с непривычки от того, что у тебя в руках постоянно находится какой-то цилиндрический объект. Металла в Йоге много. И торцы, и шарнир, и рамка под дисплеем, причем используется он очень толково. В зонах, которым вы чаще всего будете прикасаться. По сути, пластиковая тут только задняя крышка, кстати, вполне приятная на ощупь. Все кнопочки и дырочки расположены традиционно, кроме кругляша включения на торце подставки. Размер у него такой, что не промахнешься, вот бы еще ход поменьше и четкость нажатия повыше. Собран планшет отменно, но из-за своей минимальной толщины в 7,3 мм, имеется в виду, конечно же, самое тонкое место. Если сильно надавить на заднюю крышку, появляются разводы на дисплее. Ну и еще подставка могла бы открываться полегче. Благодаря удобному хвату планшет кажется намного легче, чем есть на самом деле, и достаточно немалый вес в 400 граммов практически не ощущается. Расположение стереодинамиков лучше не придумаешь. Прямо под дисплеем и всегда смотрят на вас. Вот только звук хоть и громкий, но низкие частоты отсутствуют как класс. Кто-то сейчас скажет, что идея старая как мир, и что в Sony Tablet S уже было утолщение к верхней грани. Но там это скорее был дизайнерский элемент стилизации под журнал, а не для удобства работы. Дисплей, как следует из названия, 8-дюймовый, с разрешением 1280 на 800 точек. Выполнен по технологии IPS и прикрыт каким-то защитным стеклом без собственного имени. PPI 188 это по сегодняшнему ретина, временам немного. Но в целом картинка выглядит достаточно гладкой, ну скажем, более гладкой, чем у первого iPad mini. Углы обзора широкие, к яркости тоже никаких претензий, ей должно хватать для работы с планшетом на солнце. В общем дисплей хорош, но учитывая, что планшет представили в конце 2013 года, хочется задать вопрос, почему не Full HD? Ну и а что он уже убежал на поезд? В общем-то я и сама могу дать ответ на данный вопрос. В двух словах, подобная платформа вряд ли бы потянула более высокое разрешение. Основан йог на четырехъядерном процессоре MT8215, работающем на частоте 1,2 ГГц, с графическим ядром PowerVR SGX544, с одним гигабайтом ОЗУ и 16-ю ПЗУ. Есть поддержка microSD-карты. Повседневная работа с планшетом не доставляет какого-либо дискомфорта. Интерфейс работает на удивление плавно, странички в браузере грузятся быстро, и только в самых новых и графически сложных играх при использовании максимальных настроек графики наблюдается проседание FPS. Вот, например, Asphalt 8, как видите, работает не идеально. Среднюю производительность подтверждают и синтетические тесты, а вот Full HD видео воспроизводится без проблем и в разнообразных форматах. Будут доступны версии с 3G, а вот GPS чип есть везде. Эй, Наташа, подожди, так а чего они вообще эту МТК сюда засунули? Все дело в том, что прежде всего эта платформа славится не сумасшедшим быстродействием, а высокой энергоэффективностью. Складываем это съемкой батарейкой на 6000 мАч и получаем самый автономный Android планшет на сегодня. Lenovo заявляет о 18 часах работы, и наши тесты подтвердили, что это не так уж далеко от истины. 17 часов чтения, 16 часов HD видео и почти 10 часов игры. Это практически в два раза больше, чем у среднестатистического планшета на ОС от Google. Android тут в версии 4.2.2 украшен оболочкой Lenovo Launcher. Почему украшен? Ну, хотя бы потому, что лично мне светлые тона импонируют куда больше черных казематов с токовым андроидом. Есть эти симпатичные иконки, приятные анимации. Оболочка напрочь лишена меню приложений, и все установленные программы сразу попадают на рабочий стол, где вы их сможете рассортировать по папочкам, короче, а-ля iOS. Количество предустановленных программ умеренное. Офисный пакет, антивирус, дофайловый менеджер. Ну и мой любимый ленововский виджет по энергосбережению. Клацаешь разные кнопочки и радуемся растущим цифрам автономной работы, которые, правда, далеки от реальных. В целом, оболочка проста в освоении, приятна внешне, и в очередной раз хочу отметить ее быстродействие. Даже на среднем железе все просто летает. Камеры на 1.6 и 5 мегапикселей. Фронтальный умеет HD-видео, а вот основная, несмотря на автофокус и даже кое-какие настройки, выдает снимки из серии «Я же говорила, что научилась реалистично рисовать масляными красками». Впрочем, камера для планшета – это факультатив. Йога – продукт приятный, и впечатления от него приятные, и работает он быстро, а главное – долго. И пользоваться им практически всегда удобнее, чем обычным планшетом. И ему, как хорошему, другу желаешь всего хорошего, и Full HD-экран, и более высокую производительность. Но это потребовало бы другой платформы, уменьшилась бы автономность, и устройство, скорее всего, потеряло бы свою уникальность, да и цена была бы выше. А так, соблюдая тонкий баланс, Lenovo Yoga Tablet станет отличным спутником для тех, кто действует, и для тех, кто часто в пути. Будьте и вы нам другом, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, а если мы прям супер лучшие друзья, то репостите это видео в соцсеть. Субтитры сделал DimaTorzok